Приветствую вас. Ответ Кудрючева Игоря Леонидовича мне импонирует больше всего. Мне кажется, что именно это, ну то есть его ответ, является тем, на что вам стоит обратить внимание. Своё, в первую очередь. Потому что действительно вы вот защищаете своих детей, вам кажется, что они находятся под какой-то угрозой, да, вам кажется, что детей как-то притесняют и так далее, и вдруг вы, в общем, разводитесь. Вот. Возможно, вас в детстве как-то вот так же притесняли, или, возможно, в детстве у вас были какие-то невербальные такие проявления, скажем так, негатива по отношению к вам. Так или иначе, всё это напоминает очень сильно психологическую игру, вот. Ну и жизненный сценарий, как сказал мой коллега, да. Тут добавить что-либо именно к его ответу сложно. То есть, если вы хотите, чтобы ситуация нормализовалась, то вам действительно нужно иметь более чёткую свою позицию, да, в первую очередь. То есть, не менять мужа, да, или, соответственно, не пытаться изменить его и не пытаться, там, повлиять, например, на дочерей, да. Вот. А именно свою позицию подкорректировать. Потому что именно она ваша позиция и представляет из себя некую, ну, сложность, некую проблематичность. Вот. Дальше. Ваш мужчина – это человек, который, по сути дел, очень неумерен в себе и который, на мой взгляд, прям вот как-то панически боится измен, измен, панически боится того, что он не единственный. Вот. Ну, то есть, да, не единственный, я имею в виду, для вас не единственный. Вот. И, соответственно, которые воспринимают в глубине души секс, как что-то такое, очень грязное. Вот. Почему я сделал такой вывод, да, потому что мужчина сразу поверил, значит, вашей подруге, что вы загуляли, вот, а это не может быть просто так. Этот мужчина почему-то, почему-то поверил вам. Ой, это не вам, а подруге. Почему-то поверил. Вот. И мне кажется, что это свидетельство того, что человек, ну, либо не уверен в себе, либо хотел поверить, чтобы иметь легальную возможность, допустим, как-то вот не вступать с вами в отношениях. Ну, просто мужчина, например, боялся, да, там, текотился, был себе, допустим, не уверен, вот, и, соответственно, просто ждал повода для того, чтобы использовать ситуацию, что не в вашу пользу. Вот. Ага, значит. И тем самым получить то, что хотел. То есть это такая вот неуверенность в себе. И, если честно, мне не очень понятно, почему вы приняли его без базы, то получается, что вы его простили. Вот. На своего мужчину. Простили для того, что он поверил. Ну, тогда, подруги ваши. Вот. Кстати, что это за подруга такая, которая рассказывает такие вещи. Вот. Может быть, может быть, вы не очень хорошо выбираете друзей. Ну, то есть я в плане того, что, может быть, вы недооцениваете себя, или ведете себя с людьми как-то так, что они вас не ценят должным образом и так далее. Вот. Если это так, то ситуацию нужно обязательно исследовать. Вот. Исследовать и смотреть, как вы устраиваете отношения с людьми вообще. Дальше. Значит. Есть подозрение. Есть подозрение, что мужчина, он не принимает старших дочерей, потому что у них есть дети. Вот. Я, конечно, не знаю, да, как обстоят дела на самом деле, но есть подозрение такое. Так вот, старшие дочери не представляют для него угрозы. Точнее наоборот, старшие дочери представляют угрозу, а вот младшие дочери нет. Вот. Допрос только в том, о какой угрозе именно идет речь. Вот. Но в данном случае, конечно, сказать о том, что это за угроза, нельзя. Нельзя, потому что, ну, слишком мало информации. Дальше. Так. Старшая дочь была рождена не в браке, а другого, и когда ей было 11 месяцев, я вышел замуж. Для моего мужа она стала родной, потом родились уже две общие. Ну вот, а понимаете, как бы здесь сразу бросается в глаза некая запутанность в вашей истории. Вы говорите, что мужчина, к которому вы сейчас в отношениях поверил, что вы гуляете, и через три года вы вышли замуж. Но по какой причине дочь родилась вне брака? Я вас не обвиняю сейчас. Я просто хотел бы все прояснить. Вы-то сами как к дочери относятся. А дальше вы пишете, значит, я вышел замуж, для моего мужа она стала родной, потом родились уже две общие. Ну, как не принимают, живем мы все отдельно. Здесь вот у вас очень резкий переход. У двух старших своя семья, а младшая сейчас живет с нами, работа у нее такая, дома появляется редко, да и молодость уходит гулять часто. Живем мы с ним за второго года. То есть, знаете, да, вот не очень понятно, о ком идет речь конкретно. У него своих детей нет, а почему? Мы почти одногодки, ему 47, мне 46. Договывали в детстве, встречались, я его провожал в армию, мне писал, потом моя так называемая другая подруга написала, что я якобы загулял, и все, поверил. Хотя я пытался не доказать, что это не так. Для чего пытались доказать? Зачем? Через три года я вышел замуж, пришла браке в 13 лет, потом мы развились. А из-за чего развились? Понимаете, Светлана, если люди разводятся, то это довольно, ну, такой, серьезный аспект, на самом деле. Развод, это серьез. Это значит, что в ваших отношениях что-то не получилось, это значит, что вы в своих отношениях не смогли, ну, ну. не смогли построить хороших и качественных отношениях. И вопрос включается снова, опять же, почему так? Из-за чего так? Какие проблемы-то, собственно, были у вас, что вы не смогли построить отношения? Разводиться ведь еще раз, да? Произошел из-за чего-то. И, я надеюсь, понятно, что нужно исследовать, почему вы развились. Вот. Это важно. Это важно для вас, это важно для, собственно, дальнейшего вашего поведения с мужчиной и так далее. Так, эээ, значит, два года назад мы встретились случайно в прошедшем 26 лет, стали общаться, потом начали жить вместе. Ну, понимаете, вот тоже как-то странно немного это звучит, да? То есть, что значит стали общаться? Обговаривали ли вы, эээ, ну, то, что произошло между вами? Эээ, говорили ли вы о том, ну, что вам, вот, например, там, было видно, да, там, и так далее, то есть, как-то вот этот момент вы раскрыли или нет? То есть, насколько вы близки с человеком? Вот что важно на самом деле. На самом деле важно то, насколько вы с человеком близки. Вот. Эээ, поначалу, на самом деле общение он говорил, что любит детей, когда слышу глаза моих внуков, потом отказывается, эээ, он такого, оказывается, он такого не мог сказать, я детей терпеть не могу, его слава. Да. Я наконец-то удивилась, но акцентировать не стал. А почему? Светлана, вот вы думаете, что это, думали или думаете, что это вот само собой как-то, ну, пройдёт или что? Или вы думаете, думали, как? Так. То есть, мужчина прямым текстом говорит, что он не любит детей, да, вот. Мужчина прямым текстом, эээ, показывает, что, как бы, ну, эээ, дети ему не интересны. То есть, вот, мужчина прямым текстом, эээ, показывает, что, эээ, готов, эээ, менять своё мнение, то есть, не отвечает за свои слова. Вот. И вы только лишь удивляетесь и всё, внимание вы никак не акцентируете. У этого тоже есть свои причины. И, скорее всего, причины кроются, опять же, в вас. То есть, в том, как вы себя позиционируете, как вы себя воспринимаете, как вы к себе относитесь. Понимаете, какая история? Вот. Потому что, если бы вы были, например, в себе уверены, да, допустим, то я уверен, что вы бы, эээ, ну, сразу бы сказали, да, а, что, вот у меня, как бы, дети есть, и что ты, как бы, ну, своё мнение меняешь, а, как бы, ты вообще, что? Ты вообще, почему так? Меняешь своё мнение быстро. Вот. Как бы, как я могу тебе доверять, да? Вот. Ну, логично всё. Правильно? Логично. Вот. Но вы почему-то, да, вы на этом внимание не застрели. Почему? Это очень важный вопрос. Дальше. Эээ, так. У меня сложноватое, сложное отношение с дочерью. Она позволяет личного ко мне. Эээ, позволяет личного по отношению ко мне. Эээ, ну, это нужно разбирать. Да, то есть отношение с дочерью нужно разбирать. Эээ, в общем, она говорит, что я, якобы, её недолюбила. Эээ, хотя, вы пишите, что, хотя, я всегда её защищала перед дочерью, мне казалось, что мы к ней придираются. Ну, понимаете, история какая? Эээ, защита, эээ, защита, эээ, вот, ребёнка перед, эээ, другими, да, ну, перед другими людьми, ага, действительно может, эээ, восприниматься как, эээ, недолюбленность, потому что, ээээ, это, по сути, подавление ребёнка. То есть, эээ, как бы, вы защищаете ребёнка, да, вы защищаете себя. Вот, и если муж к ней придирался, да, то, вопрос обещать нужно было с мужем, а не с ней. А защищая её, вы, эээ, ну, как бы, внушаете идее, что она, там, не способна, да, справиться, эээ, ну, с чем-то, да, и так далее. И защищая, вы, естественно, отдаляете этот человек, потому что защищает кто? Спасатель, да, а если человек спасатель, то, соответственно, спасателю нужна жертва. Вот, то есть, тут вот, эээ, треугольники Карпона, я думаю, вам нужно, эээ, поисследовать, потому что, эээ, ну, в треугольнике Карпона, достаточно хорошо это всё описано. Вот, в частности, я думаю, что вам было бы полезно посмотреть, ээ, в этом контексте и на свои отношения с мужчиной, который у вас, эээ, вот, есть, эээ, ну, есть, есть, ээээ, сейчас. Вот, я думаю, что это было бы тоже очень полезно для вас, вот, потому что вы пишите, что, эээ, мужчина защищает свою женщину от всех, независимо от того или чужой, а, понимаете, как бы, мужчина защищает свою женщину от тех, от тех, кто реально не угрожает. То есть, дочь ваша, вот, как бы она себя делала, а, что бы она ни делала, вот, она вам, ну, она не угрожает, никак, вообще. Не слоняясь тут говорить, да, ну, это, это просто её слова, обрацают по отношению к вам, например, обрацают, вот. И мужчина, он не защищает вас, он защищает себя, скорее всего. Очень жаль, что вы воспринимаете это вот именно так. Очень жаль. Возможно, вам нужно, чтобы вас защищали. Возможно, вы хотите, чтобы вас защищали, не желая брать ответственность на себя. За себя, ну, за свою безопасность, за свое состояние, за свое благополучие, спокойствие и так далее. Но ни один мужчина не будет защищать женщину от ее же ребенка. Только, если этот ребенок, да, там, соответственно, не наносит какого-то вреда. Вот. То есть, если, например, мальчик там бьет, да, маму свою, да, лучше, если он там откровенно ее оскорбляет, да, это тоже, возможно, нужно что-то сделать. Вот. Но и все. Понимаете? А так, то, что делает мужчина, это, по сути, вмешивается в ваши отношения. Вот. Как бы получает, знаете, получает легальную возможность для того, чтобы плохо-плохо говорить о другом. По сути. Вот. То есть, опять же, идти на поводу своих каких-то, ну, страхов там и так далее. Вот. При этом он позволяет себе обзывать, оскорблять ее последними словами. А я говорил, ругался, не ставил условия, не помогает. И не поможет нам, что мужчина вы не измените, вряд ли в 47-то лет. К тому же, если вот его звуть, внучка, это все, конец света, говорит, зачем они тут нужны, пусть ведет куда-то хочет, опять бардак, корни отдохнут. Но, опять же, это реакция мужчины, да, то есть, он как бы не изменится. Вот. Он не изменится, он уже такой. Вот. Единственная мотивация будет, это, как бы, отдалиться от него, да, и сказать ему то, что извини, как бы, ну, вот, у меня внучки, да, я, как бы, своих внуков люблю, да, и хочу с ними, соответственно, проводить время, вот. Либо ты меня в этом поддерживаешь, да, либо не мешаешь, либо не мешаешь, вот. Вот, если ты указываешь мне, как бы, что делать, да, то я, соответственно, понимаю это, как, ну, как подавление, и мне это не нравится. Мне нравится, что ты меня подавляешь в этом, вот. А тогда мужчина, может быть, может быть, он тогда что-то поменял, что-то поменял, вот. Но это, к сожалению, не факт, не факт, к сожалению. Потому что, ну, он должен сам захотеть, он должен сам увидеть проблему, проблему в себе, понимаете, вот. И, как правильно сказал вам Игорь Летучий, да, то, что, если вы, вот, ну, говорите что-то, обещаете что-то и не выполняете, не выполняете это, то доверие к вам, оно очень быстро закончится, на самом деле. Да, то есть, мужчина просто поймёт, что, что, ну, вот, что бы вы ни говорили, да, как бы, все равно всё останется так. Вот, это значит, что к вам нужно, можно не прислушиваться, не прислушиваться, совсем. Вот, и это очень плохо для отношений. Вот, мужчине нужно говорить на его языке. Вот, на языке действий, действий. Не на языке слов, да, как вы говорите, как вы говорите, а на языке именно действий. Так, когда они приезжают, он с ними гуляет, играет, водит, смеётся, ну, в общем, всё как положено. Ну, понимаете, это, может быть, вредливость, может быть, всё, при этом она очень нечасто прослабрить ненадолго. Стоит только двигаться, та самая реакция. Буквально вчера, оказывается, с его слов ещё и нагулял на её старшу. Ну, очень похоже, знаете, на обиду таких мужчин, да, за вот ту историю в армии. То есть, такое впечатление, что он, ну, до сих пор, до сих пор её, эту историю не отпустил. Вот. Так вот, такое я вам не клачу. То есть, эээ, ну, здесь явно просто что-то больше, да, то есть, то есть, для принятия детей это всегда что-то больше всегда. Это всегда вопрос к тому, как мужчина себя потенционирует, насколько он уверен в себя. Поэтому я думаю, что вам не стоит, значит, буквально воспринимать его слова, да, именно вот, именно буквально вам его слова воспринимать не стоит. Вот. И будет лучше, если вы выработаете тёткую провинцию, эээ, ну, по отношению к этой ситуации, вот, и будете ей следовать, вот. Тогда, эээ, преимущественно, проблема мужчины, не ваша. Вот, преимущественно. Вообще. Вот и всё. Вот и... Так, я не могу вычеркнуть их из своей жизни, не знаю, как навести себя. Может, что-то посоветуете, может, моя вина где-то. А, ну, понимаете, вот, то, что, то, что, ага, вы склонны, возможно, себя обвинять, да, это понятно, но это никому ничего хорошего хорошего не сделать. Да, то есть, эээ, то, что вы, как вы себя, эээ, там, вели, вели, ведёте, эээ, дочерью, да, это действительно может быть, ну, может быть, эээ, где-то вы что-то, вы что-то делали неправильно. Так. Вот, вот. Но, это не вина. Ну, виноватых искать, как бы, не нужно. Я думаю, что, если разобрать, вот, всё, что я сказал, да, и исследовать это, то можно выработать, эээ, как раз, эээ, рекомендации, как, как вам себя вести. Но для начала я хотел бы, эээ, порекомендовать вам обязательно, обязательно хотел бы порекомендовать, эээ, определиться с, эээ, целью. То есть, цель-то какая? Как вести себя, чтобы что? Что по итогу хотите получить? Получить. Понимаете? Потому что, в зависимости от цели, да, именно, именно в зависимости от цели, уже можно будет, эээ, что-то вам порекомендовать. Что хотите поменять в себе. А, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился, ээ, мой ответ, ээ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Эээ, я желаю вам всего самого доброго. И удачи, удачи вам. And all of us! Продолжение следует...